Сергей Николаевич, как обстоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Пущине? Сегодня я должен отметить, что эпидситуация в городе остается очень напряженная. Ежедневно у нас выявляется большое количество пациентов с ковид-инфекцией. Для нашего города показатели до 15 человек в сутки, я считаю, это очень высокий показатель. Много пациентов, у которых течение заболевания идет в средне-тяжелой и тяжелой форме, направляем на госпитализацию. К сожалению, есть и случаи с летальными исходами. В день, я повторю, у нас выявляется до 15 человек. Это каждый день, из-за этого идет большая нагрузка и на поликлинику. К сожалению, бывают задержки, время ожидания, но все силы поликлиники сейчас направлены и как взрослого отделения поликлиники, так и детского, направлены на борьбу с этим заболеванием. Стоит отметить, что участились случаи выявления заболевания ковид-инфекцией у детей. К счастью, тяжелых случаев течения заболевания у детей у нас не было зарегистрировано в городе, но средне-тяжелые случаи бывают. А если сравнить с предыдущими волнами, какие-то особенности можете отметить? Ну, если сравнивать с предыдущими периодами подъема заболеваемости, конечно, нужно отметить, что это самый большой подъем заболеваемости. Таких показателей у нас не было никогда. Одномоментно под наблюдением у врачей в поликлинике на сегодняшний день находится порядка 150 человек. Такие показатели высокие, они наблюдаются последние две недели. Конкретизируйте, пожалуйста, какова нагрузка на врачей и что может ее снизить? Максимальные показатели в предыдущие периоды было до 100 человек. Сейчас это 150. Поэтому нагрузка, конечно, колоссальная. В настоящее время, как и в предыдущие периоды, у нас работает отдельный кабинет, так называемый фильтр во взрослой поликлинике, в детской поликлинике. Во взрослой поликлинике с понедельника у нас привлечен доктор из другого подразделения, из дневного стационара, врач-терапевт привлечен для оказания неотложной помощи. Но количество пациентов, обратившихся на фильтр, значительно увеличилось, поэтому в помощь к этому доктору приходится привлекать еще и врачей из поликлиники. Поэтому нагрузка очень серьезная. Единственный способ снизить нагрузку на врачей, это когда снизится заболеваемость. И все меры, направленные сегодня для того, чтобы снизить нагрузку, чрезвычайную нагрузку на врачей, направлены на то, чтобы снизить заболеваемость. Это и стандартные санитарно-эпидемиологические соблюдения, санитарно-эпидемиологических правил, ну и, конечно, меры специфической профилактики, которые относятся к вакцинации. Каково количество привитых пущенцев, по Вашим данным? В настоящее время показатель вакцинированных пациентов, которые получили две дозы вакцины, составляет около пяти тысяч. Но я хотел отметить, что это показатель тех пациентов, которые прошли через нашу больницу, через нашу поликлинику. Я знаю, что есть организации, которые привлекали и приезжали специалисты из других медицинских организаций, и люди вакцинировались в других больницах, у людей есть право выбора, и многие этим правом пользуются. Поэтому я хотел отметить, что пять тысяч – это те люди, которые привились именно у нас в больнице. Это очень низкий показатель. Его недостаточно для формирования коллективного иммунитета. На сегодняшний день уже специалистами озвучено, что коллективный иммунитет начнет давать свои плоды, когда процент вакцинированных в общей массе населения будет составлять около 80%. В настоящее время, по нашим данным, процент вакцинированных в городе Пущино, он не достигает даже 50%. То есть работы еще очень много предстоит. Также у нас организован отдельный прием для пациентов, обратившихся с целью получения вакцинации. Отдельный специалист работает. Кроме того, мы также работаем на проведение вакцинации в организованные коллективы, выезды при получении заявки. Расскажите, пожалуйста, о том перерыве, который нужно делать после вакцинации от гриппа, перед последующей вакцинацией от ковида или ревакцинацией. На сегодняшний день в рекомендациях озвучено, что время между вакцинацией от гриппа до вакцинации ковид составляет месяц. Но сейчас идут уже изменения. Я знаю, что новые методические рекомендации разрабатываются. И в ближайшее время, наверное, можно будет эти две вакцины делать одновременно. Какие меры безопасности Вы считаете эффективными? Существует, как при любом инфекционном заболевании, меры специфической профилактики и меры неспецифической профилактики. Неспецифической профилактики относятся к каждый день меры профилактики. Это соблюдение масочного режима, по возможности не посещать места массового нахождения людей, соблюдение дистанции. Вот такие меры профилактики. А к специфической профилактике относится это вакцинация. При этом нужно понимать, что вакцинация, в том числе от ковида, не дает 100% эффективности предотвращения заболевания как такового. Снижается риск развития тяжелого течения заболевания у вакцинированных людей. Снижается риск развития осложнений заболевания ковид. Но и важно отметить, что после самой вакцинации иммунитету нужно время для того, чтобы наработать защитные антитела. В среднем на это уходит порядка двух месяцев. Просто мы встречаемся с такой практикой, когда люди говорят, что вот мы вакцинировались и все равно заболели. И начиная собирать анамнез заболевания, выясняется, что вакцинировались там неделю-две недели назад. За это время просто не успевают вакцинироваться. А люди, когда получили вторую дозу вакцины, понимая, что они защитили себя, немножко начинают расслабляться и перестают соблюдать меры профилактики. Снимают маски, спокойно выходят в коллективы. Я хотел отметить, что нужно время организму для того, чтобы наработать иммунитет после вакцинации. Дайте, пожалуйста, советы по укреплению здоровья. Здесь правильно говорить об укреплении здоровья, когда соблюдаются несколько этапов. Это соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение режима питания. Человек должен вовремя поработать, правильно отдохнуть. Прогулки могут в себя включать, прогулки на свежем воздухе, активные виды отдыха. Но при этом в период пандемии, когда во всем мире бушует такое заболевание, как коронавирусная инфекция, нужно понимать, что и спортивные какие-то мероприятия, и прогулки, они должны все равно быть соблюдением противоэпидемических мероприятий, соблюдением дистанции. Но я опять же повторю и не устану повторять, что единственной эффективной мерой профилактики любого инфекционного заболевания, включая COVID-19, на сегодняшний день признана во всем мире – это вакцинация.